Девушки отдыхают Здравствуйте! Это Супершеф. Меня зовут Игорь Котов. Я приглашаю вас в мир ярких гастрономических открытий. В его рецептах нет граммов и миллиграммов. Он предпочитает экспериментировать на глаз и пробовать на вкус. А рецепторы этого шеф-повара не подводят. Поэтому сегодня вы испытаете настоящее эстетическое наслаждение и кулинарное удовольствие от бренд-шефа Игоря Котова. Сегодня мы будем готовить азиатский тартар на льняных чипсах. Это очень полезное блюдо, которое очень питательное. Мы начинаем с льняных чипсов, потому что льняные чипсы требуют времени для приготовления. Для начала нам надо замочить лен в холодной воде. Это семена льна. Холодная вода. И мы оставляем на один час. Пока у нас семена льна набираются водой, мы приготовим сам тартар. Поскольку тартар у нас идет из сырого мяса, как всегда с сырым мясом надо работать в перчатках. Это очень важно, потому что микробы, которые присутствуют на руках, не должны соприкасаться с этим продуктом. Мясо должно быть очень свежее. В данном случае мы берем вырезку и нарезаем его мелким-мелким кубиком. Можно сказать, гонкасты. Поскольку у нас тартар азиатский, мы будем его мариновать не только как сырой, как некоторые делают шефа, но, как делается в Южной Азии, маринуются с кунжутным маслом, соевым соусом, самим кунжутом. Тартар должен замариноваться около часа, чтобы мясо впитало в себя все вот эти соки, масло, чуть зеленого лука. Итак, мы берем соевый соус. Очень важно брать именно хороший соевый соус, потому что он дает определенный вкус. Маринуем мясо. И, как я уже говорил, обязательно надо соблюдать очередность, потому что соевый соус должен впитаться в саму структуру мяса. Далее мы берем кунжут, обязательно жареный. Дальше мы берем зеленый лук. Нарезаем его меленько. И добавляем к мясу. Все тщательно перемешиваем. Обязательно свежий смолкий перец. Солить в данном случае тартар не обязательно, потому что соевый соус имеет свою соленость. И в конце мы добавляем кунжутное масло. Все тщательно перемешиваем и отправляем в холодильник наш тартар примерно на час. Ну что, наш лен уже готов. В хорошем консистенции состоянии. Обязательно надо его посолить, потому что чипсы изо льна должны быть по вкусу очень соленые. То есть такие, как чипсы, это именно непосредственно. Дальше мы добавляем муку и замешиваем некое подобие теста. Консистенция должна быть не сильно жидкая и не сильно густая. Можно делать и не только с пшеничным. В данном случае мы будем использовать пшеничную. Тесто должно быть такое, как на... Примерно как на оладьи. В этом блюде это важный тоже ингредиент. Непосредственно так же, как и мясо. Потому что вообще лен очень полезный. Сам по себе ингредиент является серьезным противником против всяких бляшек в сосудах. Аккуратно ложечкой мы выкладываем на пергамент. И круговым движением передаем форму. Духовку надо разогреть на 180 градусов. Если духовка с конвекцией, то ее нужно отключить. Нам она не так нужна сейчас. Ну вот, наши чипсы практически готовы. Осталось убрать их в духовку. Примерно на 10 минут. Итак, мы поставили наши льняные чипсы в духовку. Ну, я могу вам сказать сразу, что они получатся вот такие. Уже я взгляну заранее. Ну, для того, чтобы мы не ждали столько времени. Следующий шаг наш. Нам нужен огурец. И нарежем его кубиком. Дальше мы возьмем опять зеленый лук. Опять же лишнее убираем. Дальше у нас есть филе груши. Это обычная груша, просто почищенная. Обычная груша конференция, сладкая. Дальше нам нужен будет кунжут. Наше блюдо мы будем отдавать не на тарелки, как это привычно и для многих людей. Дадим его на доске. Дадим его на в пергаменте. Возьмем наши готовые чипсы. Теперь мы можем доставать наш тартар. Поскольку у нас в принципе наисвежайшее мясо и он постоял довольно-таки нормально, я думаю, что он уже готов. Дальше нам нужен понадобится вот этот соус. Этот соус я сделал на основе майонеза. Немножко добавил сюда печеного чеснока. И немножко добавил сюда томата. Ничего сложного в этом нету, поэтому кладем наш соус на чипсы. Размазываем его по чипсам. Дальше мы берем огурец. выкладываем часть сверху соуса. Берем наш тартар и кладем сверху огурца, поверх огурца. поскольку это блюдо можно отнести к такому стритфудному, не обязательно выкладывать это как-то как-то там очень красиво. Можно просто положить, как говорится, как попадет, так и есть. Сверху у нас зеленый лучок. Наша груша. Мы ее нарезаем небольшими ломтиками и выкладываем сверху. обязательно посыпаем сверху кунжутом. Ну и остался последний шаг. Это взять немного зелени, а именно петрушка, чуть кинзы. Сделать такой некий микс. Можно взять немного мини-шпината. и заправим нашу зелень оливковым маслом с чуть добавлением лимонного сока. Я добавляю запеченные маслины, мелко перемолотые, не дают некую пикантность, добавляют некий шарм. И вот наше блюдо готово. Теперь вы можете готовить как супер-шеф. С вами был Игорь Котов. Приятного аппетита!